Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Как понять, что я всё-таки испытываю? Ну, понять, наверное, будет сложно. Дело в том, что чувства, они на то и чувства, что воздействуют на психоэмоциональную и телесную сферу. Вот, поэтому я не думаю, что вам нужно именно понимать. Чтобы чувствовать, я думаю, что было бы достаточно, если бы вы постарались увидеть, допустим, то, чего вам хочется, когда вы, как говорится, не понимаете. И для чего? Для чего вам понимать? Расстались с молодым человеком после длительных отношений уже прошло месяцев 9-10 с того момента. Ну, если отношения были длительные, то расставание – это, конечно, драма. Вот. И травма – это, чего говорить, довольно серьёзная, потому что много чего в жизни человека такое меняется, вот в жизни, много чего в жизни становится не так. Так, вот, расставание – это история пока, что воспринимается, ну, вообще, человеком, да, как некий такой, ну, можно сказать, разрыв. Вот. И в общем и целом я думаю, что вы к этому относились и относитесь до сих пор. Как разрыв. Разрыв – это всегда травма, потому что возникают определённые чувства, вот, в том числе. Чувства защитные. Чувства, направленные на то, чтобы восстановить свою целостность, вот. И если, вот, ну, разместить это не получается, да, вот, если разместить, выразить это не получается, то, конечно же, возникают проблемы. Возникают, ну, такие серьёзные трудности в этом смысле. Вот. Поэтому, вот, то, что вы, в какой-то степени, да, не прожили расставание, это, конечно, даёт особо знать довольно сильно. Сейчас я гуляю с другим молодым человеком, мы хорошо проводим время, с ним достаточно легко, но при этом я себя, бывает, ловлю на мысли, проводя параллели между ним и бывшим. Ну, это говорит о том, что отношения своих вы ещё не отпустили до конца, это говорит о том, что эмоционально вы ещё, как бы, в тех отношениях предыдущих. Вот. И, соответственно, нового молодого человека вы выбрали не потому, что вам хочется что-то для него делать. Вот. А нового молодого человека вы выбрали просто потому, что, вот, вероятно, нужно было, нужно было кого-то, да. То есть это, вот, может быть, ну, что-то вроде безысходности, да. Вот. Хотя, тут, понятное дело, есть варианты, возможные варианты, но очень похожи именно на то, что, вот, просто вы испытываете какую-то пустоту после расставания, люди довольно часто часто так делают, вот. Ну, там нет ничего плохого, но и позитивного тоже не очень. То есть мы расстались, вот, а какое-то время я был одна, и потом, значит, вот я чувствую, что, мне тяжело одной, тяжело одной, и я, вот, чувствую, ну, чувствую, что нужно мне быть с кем-то. Ну, и, собственно, вот, испытаюсь быть с кем-то. Ну, как бы, вот, вопрос, я помню, насколько, насколько это получается, да. Ну, можно, вот, убедиться на вашем примере, когда вы начинаете, значит, сравнивать, вот, своего мужчину, с которым, ну, с которым вы сейчас находитесь, в отношениях, да, с другим человеком, с другим мужчиной, вот, с предыдущим. Вот. 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 А, почему так получается? Да. Получается так не... совершенно. Вот. А, получается так, потому что, ну, психоэмоционально. Психоэмоционально вы привязаны еще к предыдущему молодому человеку. Вот. Психоэмоционально вы стремитесь к нему. Вот. И, соответственно, извлекается вот сравнение, ну, сравнение. Вот. А можно ли, можно ли и нужно ли говорить о том, что молодого человека вы не воспринимаете, эммммм, самостоятельно, как самосто... ну, как самостоятельный единиц? Ну вот, хороший вопрос, для меня это очевидно, вопрос в том, очевидно ли для вас, вот, то есть, как вы воспринимаете своего текущего молодого человека, вот, как, он для вас, как кто, вот, то, что вы пишете дальше, вот, вот, что хорошо проводим время, с ним достаточно легко, но при этом я забываю ловлю на мыслах, да, вот, мы хорошо проводим время, с ним достаточно легко, то есть, вы здесь, получается, смотрите на то, да, вот, как вам человек, с одной стороны это правильно, с одной стороны, действительно нужно смотреть на то, как вот мне с другим человеком, да, то есть, ну, комфортно мне с ним, вот, или, или не очень некомфортно с ним, то есть, это правильно, то, что вы, это обращаете своё внимание, это правильно, но здесь ведь складывается такое ощущение, здесь складывается такое впечатление, что вы зависите от, ну, от, эм, от человека, понимаете, какая штука, то есть, эм, от него зависит, будет ли вам с ним легко или нет, понимаете, эм, не от пас, и вы ищите, ищите вот как раз эм, 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 э, вот этой легкости вы, вы ищите, понимаете, эм, вот, эм, может ли вы найти эту легкость, эм, вот, ну, эм, таким образом, ну, вот, хороший вопрос, на мой взгляд, нет, потому что, легкость она, эм, может, может быть у вас только, это может быть ваша легкость, ну, вот, и если у вас, э, легкости нет, внутренне, то есть, вот, вы в целом находитесь, вот, в тисках каких-то противоречивых, э, тенденций, да, противоречивых эм, эм, импульсов, вот, и ищите способы, как бы это всё разрешить, то, э, вот, тут, конечно, будут опять же, э, э, проблема, к сожалению. Дальше, э, бывший, в большей степени вы, э, выигрывает, да, это, э, нормально, это связано с, э, тем, э, что, вы, вы идеализируете, э, бывшего, я имею в виду, вот, вы, э, э, идеализируете, э, идеализируете, э, человека, э, вот, в, э, известной степени, к сожалению, опять же, он выигрывает, потому что, э, вот, э, э, ну, сейчас, э, сейчас, да, вы понимаете, что, э, ну, потерял, потерял его, например, вот, и, соответственно, идеализируете его, а, молодым человеком, э, настоящим, с которым мы сейчас, э, с которым вы сейчас в отношениях находитесь, вы пытаетесь это компенсировать, э, э, компенсировать, скорее всего, вот, скорее всего, скорее всего, подчеркну, вот, скорее всего, т.е. я не буду утверждать, как-то, вот, наверняка, это успех, потому что тут могут, ну, тут могут быть нюансы, по, по понятным причинам, да, тут могут быть нюансы, вот, ну, выглядит все, вот, на самом деле, так, вот, как я говорю, э, вот, для меня, по крайней мере, выглядит это так, то есть, опять же, э, могут быть нюансы какие-то, да, могут быть, могут быть нюансы, конечно, э, могут быть какие-то индивидуальные, э, э, особенности у вашего, э, э, состояния, так, так скажем, вот, это все правда, это все действительно, э, действительно может, может быть, ну, так как, опять же, момент заключается в том, да, э, хотите ли вы, вот, э, с этим всем разбираться, да, или, или нет, вот, тут есть, тут, так вот, такая, такая штука. И вот, отношение ко мне было более, более комфортным, более близким, теплым, основным, я не знаю, что я себя в том месте, ну, вот, видите, здесь вы демонстрируете, демонстрируете, что, видите, демонстрируете зависимость от, от отношения человека, то есть, если, э, человек относится ко мне хорошо, хорошо, как бы, как бы, говорите вы, вот, если человек хорошо ко мне относится, то мне хорошо, если нет, то мне не очень хорошо, вот. Ну, как бы, это вот, к сожалению, правозависимость, вот, и проблемой является еще тот факт, что вы воспринимаете, вот, ну, говоря об отношениях, значит, с мужчиной, да, вы воспринимаете его, его отношение к себе, вот, что, на мой взгляд, является проблемой, вот, как мне видится, по крайней мере, по крайней мере, потому что вы не обращаете внимание на себя, вот, от слова совсем, к сожалению, как я отношусь к нему, как я его, как, как, я его, его вижу, например, ну, например, вот, понимаете, да, вот, поэтому тут, вот, конечно, есть, э, такие нюансы, скажем так, вот, и вам на эти нюансы нужно обратить внимание, потому что они влияют на то, как вы, вы, вы выстраиваете отношения с, э, мужчин, ну, с мужчиной, или, или с мужчином, вот. Дальше. А, у меня была какая-то, так, э, да и начало мысльное общение стремительно, ну, так это от вас зависит, каким образом, э, общение началось стремительно, у меня была к нему симпатия, но я бы не сказал, что он, только тот самый человек, а вы ищете того самого человека? Зачем? Вначале мы, типа, в внешности, банальные телосложения, большинство еще смотрят на, сначала на внешность, ну, а вы действуете, как бы, большинство? Вот. Взаимодействовать, жить, выстраивать отношения, вы будете с внешностью и телосложениями? И с этим, при этом, не хочется не проводить время, ну, не понимаю, как, с кем, ну, скорее всего, как с костелем, после того, как мы расстались с, с предыдущим, ну, с предыдущим молодым человеком, да, вот, это очень, э, ну, вам не хватает чего-то. То есть, ну, не хватает вам какой-то вот, может быть, принадлежности к чему-то. То есть вот может быть такая история. Раствориться от ком-то хочется, и соответственно что? Соответственно для этих целей очень хорошо подходит другой молодой человек. То есть, иными словами, вы не хотите быть с мужчиной. Но вы сейчас хотите быть с мужчиной, грубо говоря, идеальным, который максимально похож на вашего предыдущего мужчину. Вот чего вы хотите. Ну, сделать это невозможно, и вот вы находитесь в противорече. Вот. Понимаете, да? Какая-какая штука. Поэтому вам, конечно, тяжело. Это правда. Вам тяжело, это правда. Но это всё можно скорректировать. Вот. Если у вас есть, то такой же он. Вот. Вот. Ну, а... Делать или не делать? Сейчас два. И всё я при этом, так. На меня волнами находятся симпатии, и в сравнении к нему тоже ланятся. Делаться одно. Именно поэтому, потому что у меня два мотива в одном здесь. Я не пойму, что я впервые к бывшему. А... Незаборщённость. Незаборщённость. Так. И надёжность. А... Мне боятся не грути, тоски, моменты, слезы, ощущения, скучания. Сегодняшняя песня будет более подробно, чтобы понять, к чему это всё стремится. На днях решила к нему зайти на страницу, посмотреть, чем живёт, прикинуть. Зачем? Он слушает грустные песни, добавляет аналогичный драговый альбом, который пополняет в момент нашего расставания. Я могла предположить, что его тоже шатать, но так же возможно, что я проектирую своё эмоциональное состояние, да, скорее всего. Пророче всего, для понимания своих чувств в галерее старого телефона с фотографиями общими нет. Это... Это... Это не понимание ваших чувств. И если определить, вам... А... Это такое... Но поведение, да. О... Не добавит... Понимания ваших чувств. А вот... Скорее вызовёт... Ностальгию. Вот, я бы как это назвал, ностальгия это просто тоска по, грубо говоря, каким-то старым временам, которые, ну, были когда-то. Ну вот, является ли это, ну, является ли это вашими чувствами на самом деле? Нет, не является. Потому что это ассоциативность определенная, это комплексы, то есть конгломерат, ну, конгломерат ощущений. По большому счету, вот, и в общем и целом это не ваше чувство. Да, что-то вас, конечно, накрывает, вот, а какие-то переживания, да, вас накрывают, это правда. А вот, ну, поговорить о том, что, что вы приблизились к пониманию своих чувств, да, ну, наверное, несколько неправильно было бы. А, значит, так, сначала вообще не правильно смотрел, потом ёкнуло. Вот, интересно, вы пишите, значит, проверяли, 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 и ёкнуло, и вы, и начали испытываться по данным. Вот, это очень интересно, потому что, а, как это связано между собой? То есть вот, ёкнуло и панал, вы поняли, что потеряли? Вероятно, вероятно, вероятно. Ну, хорошо, 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 хорошо. Что же вы потеряли? Вы, по-тецепите, значит, это более, более кемпортные, теплые, близкие отношения человека? Какое, как вам? Вы потеряли. Вот. Что вы, Петра? Я не знаю, замечаете вы или нет, но вы об этом не говорите. У вас довольно общие такие вот высказывания. Относительно. Относительно себя. Ну и относительно своих чувств к мужчин. Понимаете? То есть да, вы не знаете чего хотите. Как мне разобраться в своих тараканах? На психотерапию обратиться. Это то есть газов на моей голове, мне догадали, это заложили на картах, как бы смешно это звучало. Ну понятно. Здесь вы бежите от ответственности за свои чувства и демонстрируете страх перед ними. Иными словами, вы не то чтобы не знаете, что вы чувствуете. Вы этого боитесь, вы от этого бежите. Это очень важный момент. То есть вы знаете, что вы чувствуете, но вы этого боитесь. То есть почему-то, почему-то ваши чувства вас пугают. Нужно выяснить, чем они вас пугают. Возможно, если вы позволите своим чувством быть, вы узнаете про себя, что же такое, что вам будет неприятно. Неприятно. Все будет идти как-то, ну, вразрез. С тем, что вы думаете о себе сейчас. Ну и вот. Вы стараетесь от этого отстраниться. Вы стараетесь от этого отдалиться. Вот. Но, понятное дело, что не получается. В полный мир этого у вас. Вот. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить на вопросы, которые вы задаете. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен за обратную связь. Помню ответ. Это позволит вам начать над собой работу. Обращайтесь. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У меня есть ощущение, что я вас не первый раз отвечаю на ваши вопросы. Вот. Ответы на вопросы не помогут. Помогут в психотерапии. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok